Всем привет! Не перекармливайте ваших рыбок. Необходимо сыпать столько корма, сколько они смогут съесть за 5 минут. От голода они не умрут, а вот от переедания могут появиться проблемы. Особенно это касается золотых рыбок. Они не чувствуют, когда уже сыты и когда набит живот, и продолжают попрошайничать. К тому же избыток корма, оседая на дне аквариума, начинает гнить и загрязнять воду. Не стоит запускать слишком много рыб в аквариум. В аквариуме необходимо поддерживать биологическое равновесие между растениями и рыбами. Слишком большое количество рыб приводит к перенасыщению воды продуктами их жизнедеятельности. Аквариум не должен быть слишком глубоким. При покупке аквариума необходимо помнить о том, что вам придется его чистить, и вы должны будете доставать рукой до дна. Это облегчит уборку в аквариуме. Если вы только недавно увлеклись разведением рыбок, не покупайте сразу же дорогие экземпляры. Как бы не был велик соблазн приобрести в первый же день красивых дорогих рыб, стоит от него удержаться. Ибо недостаток умений и опыта неминуемо приведет к разочарованию. Начните с рыбок попроще и неприхотливей. Никогда не забывайте закрывать аквариум крышкой. Во-первых, рыбки часто выбрасываются из воды, а во-вторых, если у вас есть кот, он никогда не откажется порыбачить. Если недавно купленная рыбка погибла, не торопитесь бежать обратно в магазин и обрушивать свой гнев на голову продавца. Всегда помните о том, что перед тем, как запустить новую рыбку в общий аквариум, нужно соблюдать карантин и некоторое время держать ее отдельно. Ни в коем случае не лейте в аквариум вместе с рыбкой и магазинную воду. Если по каким-либо причинам вам нужно изменить температуру воды в аквариуме, ни в коем случае не делайте это резко. Переходить к более холодной или более теплой воде нужно очень плавно. Никогда не оставляете в аквариуме несъеденный корм. Его следует удалить сифоном, чтобы избежать загрязнения. Если в вашем аквариуме вспыхнет заразное заболевание, не поленитесь потом его тщательно продезинфицировать. Не забывайте также, что туберкулез, которым могут болеть рыбки, передается человеку. Ни в коем случае не лезьте рукой в аквариум, если у вас есть ранки или порезы. Если вы решили выращивать аквариумные растения, убедитесь, что в аквариуме достаточное освещение. В противном случае растения принесут больше вреда, чем пользы. Не помещайте рыб в металлические емкости. Нельзя допускать соприкосновения аквариумной воды с медью и бронзой. Старайтесь разместить аквариум в комнате таким образом, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Начнут быстро разрастаться водоросли. Защитите ваших рыбок от сильного шума и вибрации. Не ставьте аквариум возле стереосистем и прочих источников громкого шума. Также не стоит размещать аквариум на проходе, где мимо него то и дело будут туда-сюда ходить люди. Рыбки – существа нервные, и если им будет некомфортно, у них будет снижаться иммунитет, а это приведет к болезням. Всем спасибо за просмотр.